Уполномоченный по правам человека в Ненинском автономном округе рассказал журналистам о своей деятельности в регионе и вопросах, которые волнуют жителей округа. Уже не первый год уполномоченный по правам человека в Ненинском автономном округе помогает людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. К нам приходят не с одной проблемой, когда это просто касается жилья, а сразу же и со здоровьем. Есть вопросы, да, люди обращаются, когда они не смогли получить здесь помощь по тому заболеванию, которое есть у человека. Одновременно могут быть вопросы с жильем, с обучением, одновременно могут быть вопросы с гражданством и вообще целый комплекс проблем. Каждый вопрос, еще раз говорю, мы детально рассматриваем, обращаемся в органы власти, в органы местного самоправления, к должностным лицам, потому что уполномоченный все-таки это досудебный институт, и мы стараемся восстановить права человека. Главная тема обращений 2021 года связана с пандемией коронавируса. В этом году в адрес уполномоченного по данной теме поступило более 500 обращений от жителей региона. Сразу же пожилые люди, сразу же люди, скажем так, более возрастной категории тоже очень сложно проходили адаптацию. Следующий вопрос, это было дистанционное образование. То есть мы тоже все видели, как шла сложная адаптация, как люди обращались за тем, как создать рабочее место для ребенка, или когда компьютер один, а в семье также дистанционно родители переходили на работу. То есть мы это все пережили, и сейчас мы понимаем, что самым главным вопросом у нас была вакцинация. Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации обратились в правительство России с предложением внести в законопроект о предоставлении QR-кодов при посещении общественных мест категорию лиц, неофициально переболевших ковидом и имеющих антитела. На сегодняшний момент я хочу сказать о том, что то обращение, которое мы с амбуцменами региональными подготовили, и также точно региональные органы здравоохранения готовили, что необходимо учитывать состояние здоровья, состояние антител, внесли все-таки в QR-код. Сейчас человек может обратиться за получением QR-кода, даже если официально у него не было установлено, что он проболел, но по уровню антитела, если он сдаст тест, то можно определить, какой уровень антитела.